Акуловский рубеж. Именно здесь, вблизи Кубинки, был остановлен натиск фашистских войск. С 1 по 4 декабря 1941 года здесь шли кровопролитные бои за родину, за Москву. Останки русских солдат поисковые отряды находят в этих местах регулярно. Все они покоятся на территории у памятного знака, установленного в честь воинов 32-й стрелковой дивизии. Этот памятник возводился как бы частями. Сначала основной пушка была установлена, мы его называем памятный знак. Потом в 65-м году перезахоронили сюда остатки воинопоставнос. Это приехали люди с Алтая, установили. И вот каждым годом, каждый год этот памятник наращивался. Сейчас здесь захоронено уже 203 военнослужащих, 58 из них опознаны. Николай Корнеевский три месяца тщательно изучает каждую фамилию и вносит коррективы. Сейчас же внуки, правнуки пытаются узнать о судьбе своего предка, который погиб во время войны. И если эта фамилия правильна, то он на нее выйдет и найдет даже место захоронения. А если она искажена, он не найдет. Наша главная задача – сохранить историю этого места. В течение двух лет готовилась документация и сметные расчеты, чтобы начать реставрацию мемориала. Он является памятником культурного наследия и был включен в федеральную программу. На начальном этапе реставрации глава округа Андрей Иванов посетил историческое место и обсудил план работ. Замена вот этого асфальта на брусчатку, ступеньки, вся закодная группа, полностью замена бордюра, покраска, реконструкция памятника и плита. Уже начали снимать асфальт. По планам здесь будет большой мемориальный комплекс в едином стиле. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.